Ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха в самой России был встречен противоречиво. Как передает Вести АС, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, директор лаборатории анализа политических процессов Николай Силаев в ходе выступления в Ереванском госуниверситете. По словам эксперта, еще в тот момент возникло два противоречащих друг другу мнения. Многие считали, что Россия могла выступить в качестве миротворца и остановить военные действия в Карабахе, но она этого не сделала и фактически увеличила и усилила свое присутствие в регионе. Бытует также мнение, что это успех российской дипломатии и очередное подтверждение высокого военно-политического статуса России на Южном Кавказе. Эксперт пояснил, что оппоненты же данной теории считают, что Россия потерпела серьезное внешнеполитическое поражение. Это, в свою очередь, привело к тому, что Турция обрела новое влияние и статус в регионе, продемонстрировав свою решительность, готовность применить силу там, где это ей необходимо. Это существенно ослабило влияние России, поскольку именно российский союзник потерпел поражение в войне. По мнению исследователя, теория, что на Кавказе ни одна пушка не стреляет без ведома Кремля, в случае с Карабахом, дала сбой. Он подчеркнул, что свидетельством тому является то, что в ходе боевых действий Москва не раз обращалась к Баку и Еревану с требованием приостановить военные действия, однако все ее призывы были, по сути, проигнорированы. Это серьезно ударило по престижу России, как региональной державы, доминирующей на Южном Кавказе. России даже пришлось давать самые серьезные сигналы тем, кто был вовлечен в эти военные действия. Я имею в виду и авиаудары в Сирии по террористам, поддерживаемым Турцией, и масштабные военные учения на Черном и Каспийском морях с учебными пусками крылатых ракет. Но, несмотря на все эти сигналы, дело закончилось так, как оно закончилось, заявил российский аналитик.